Об упрощении представителей правительства Российской Федерации и Депрата Государственной Думы Федерального Союза Российской Федерации. Я напомню, история этого вопроса достаточно поводом послужила, в том числе и ситуация с нашей торговой площадью, которую давно изучали, и другие ситуации. И в целом, с помощью юридического управления Думы мы выяснили, что, оказывается, есть пробел законодательства федерального. О том, что, например, рекламная сфера регулируется застройка на частных территориях, а вот, например, смущение инициациональных объектов никак не регулируется федеральным законом. И вот, так скажем, наши юристы подготовили обращение, которое позволит, так скажем, депутатам Государственной Думы рассмотреть этот вопрос, внести изменения. И если эти изменения будут приняты, то это позволит муниципалитетам, я правильно говорю, да, регулировать, так скажем, размещение нестациональных торговых объектов на частных землях в том числе. То есть нужно будет их размещать в соответствии с принятой городе схемой, как это сейчас принято по наружной рекламе. То есть по наружной рекламе эту методику утвердили, а вот киоски и вот эти все мелкие лавочки там и все остальное забыли. Поэтому вот мы от комитета приняли решение, что будет подготовлено данное обращение, и мы на комитете его рассмотрим, и мы будем выходить на Думу, чтобы от имени, так скажем, нашей городской Думы, это законодательная инициатива была направлена уже в федеральное собрание. С документами с обращением ты там удалось познакомиться? Есть вопросы? Ну да, инициатива-то у нас как бы... С документ, видимо, в том, что мы должны влиять на те объекты, отмечаемые на частной территории. Мы не должны там их как-то запрещать, но в соответствии с этим порядок должен быть, система должна быть во всем. Жизнь уже не необходима. Жизнь необходима. А оказалось, что это федеральным законодательством даже не предусмотрена такая возможность. Поэтому мы с этой обращением, с этой введением выходим на наших, так скажем, вышестоящих коллег. Не так давно в главе БУРД поступило письмо от заместителями министра Министерства экономики Российской Федерации о том, что они, естественно, готовят изменения в этот закон, то есть изменения на греле. Многие субъекты и субъекты малого и среднего предпринимательства, то есть там какие-то свои претензии к этому закону. Кроме, о чем говорит Олег Александрович, мы еще предлагаем в этом законе урегулировать вопрос иными сферами потребительского рынка. Помимо торговли, у нас есть еще общественное питание, бытовое обслуживание, и оно, по сути, применяются нормы данного закона по аналогии. То есть как бы другого нет, применяются нормы. То есть это, как бы, знаете, до разу. Потом, например, высшие суды высших инстанций пересмотрят и скажут, что это не урегулирование, а мы применяем эти аналогии. То есть мы здесь как бы еще и этот момент просим рассмотреть и урегулировать. Я думаю, что это очень свое время, потому что буквально недавно, что Минэкономразвитие, писем о том, что готовятся изменения и достаточно глобально, именно к 2014 году. Ну, то есть мы вовремя своими идем. Вовремя, да. Туда тоже поддержать и вынести на Думу данное обращение, рекомендовать принять в Инногласном. Продолжение следует...